Всем здравствуйте! Вы смотрите информационную программу интервью дня на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. В Алтайском крае, как и во всем мире, началась и проходит неделя грудного вскармливания. Тема, от которой лично я далек, но разобраться в ней мне поможет наш гость. Явланова Анна Юрьевна, врач-акушер-гинеколог блока грудного вскармливания Акушерского физиологического отделения Алтайского краевого клинического перинатального центра. Анна Юрьевна, здравствуйте! Рады видеть у нас в студии. И такая непростая тема, только уж выпала, что мне с вами придется о ней говорить. Расскажите, что такое неделя грудного вскармливания? Здравствуйте! Неделя грудного вскармливания – это всемирная акция, которая поддерживается в 170 медицинских странах мира. Это акция, которая направлена на популяризацию грудного вскармливания среди женского населения. Очень важно, чтобы мать кормила своего ребенка грудью, как долго, настолько, насколько это возможно. Поэтому специалисты по грудному вскармливанию, волонтеры, врачи, медицинские работники больниц, родильных домов работают в этой направлении уже продолжительное время. Поэтому мамочки должны знать, что грудное вскармливание – это очень важно, и кормить своего ребенка исключительно грудным молоком. А почему? Почему это важно для здоровья? Вот вы сказали, для здоровья и малыша, и матери. Да, грудное молоко – это уникальный продукт. По своему биохимическому составу оно не сравнится ни с коровьим молоком, ни с заменителями грудного молока. Состав грудного молока, он меняется в течение дня. Оно меняется от того, как чувствует себя ребенок, как он растет, какой у него возраст. И поэтому преимущество грудного вскармливания для ребенка и для мамы, оно доказано уже очень давно. Всем известно, что дети, которые получали грудное молоко с момента рождения, они более интеллектуально развиты, у них очень стойкий иммунитет, а следовательно, они болеют крайне редко, и они очень хорошо адаптируются в окружающей среде. Также польза грудного вскармливания для матери, она безусловна. Во-первых, женщина очень хорошо приходит в свою форму, которую имела до беременности и родов. Это профилактика онкологических заболеваний. Это профилактика многих осложнений, которые, в принципе, могут возникнуть у женщины после родов. Вот я сейчас вспомню такой момент, по векам не скажу, но в Англии при королеве Елизавете, по-моему, было такое, что царские особы, они были против грудного вскармливания, и они делегировали эти полномочия, из-за чего у них в семье даже были конфликты. Но это такая небольшая ремарка, отступление. Если кто-то мне не верит, может загуглить и посмотреть. Вот так вот расширил кругозор немного. Как Вы готовите матерей к вскармливанию? Есть те, которые отказываются или не хотят, по примеру, английских королевских семей? Да, совершенно Вы правы. Женщины бывают разные, но мы, конечно же, настроены на то, чтобы каждая женщина кормила своего ребёнка грудью. Потому что кормление грудью — это естественный физиологический процесс, которым наградила природа каждую женщину. Однако в перинатальном центре к данному процессу можно подготовиться. Уже в отделении патологии психологи проводят групповые занятия для беременных женщин. В родильном зале малыш, когда появляется на свет, акушерка выкладывает его на живот, а потом прикладывает сразу к груди. В послеродовом отделении врачи-акушеры-гинекологи и специалисты блока грудного вскармливания работают с женщинами непосредственно, работают консультативно, помогают ей приложить ребёнка к груди, сцедить грудь, то есть помогают адаптироваться к новому состоянию кормления малыша. В целом это комплексный подход, комплексная работа всего персонала нашего центра, всех отделений направлена на то, чтобы грудное вскармливание здесь и сейчас у мамочки получилось и продолжалось долго, эффективно на протяжении многих месяцев. Как вы поддерживаете саму акцию именно в перинатальном центре неделю грудного вскармливания? Может какие-то акции, может какие-то профилактические беседы с будущими мамами проходят? Перинатальный центр ДАР данную акцию поддерживает уже второй год. В этом году с 1 по 7 августа у нас проходят мероприятия, которые запланированы ежедневно. Эти мероприятия проходят в разном формате. Это тренинги, мастер-классы, лекции специалистов для кормящих мам и для беременных женщин, которые только готовятся к данному процессу. Ну и про мероприятия. Да, сами мероприятия в рамках данной недели мы транслируем тематические фильмы, мы раздаём информационные материалы, мастер-классы по тому же прикладыванию груди и по сцеживанию, тренинги именно по тому, как это полезно, почему это важно и почему каждый ребёнок имеет такое право, как получать грудное молоко с первого момента рождения и на протяжении ближайших месяцев. И наша неделя грудного вскармливания завершается буквально завтра таким крупным торжественным мероприятием, на которое мы приглашаем всех желающих женщин. Будут участвовать наши беременные женщины с отделением патологии, где пройдут встречи и будут лекции специалистов по актуальной теме, также будут подарки и призы от наших спонсоров. Давайте подскажем нашим зрителям сейчас адрес, перинатальный центр ДАР, если говорить именно улицу и нумерацию здания. Перинатальный центр ДАР, город Барнаул, улица Фомина, 154. И время со скольки к скольки приходить? С 11 часов у нас стартует это мероприятие, планируется окончание в 12 часов. Анна Юрьевна, теперь такие немножко общие вопросы. Вы сказали, с рождения и ближайшие несколько месяцев можно кормить ребёнка. Есть какой-то срок, до какого возраста молоко грудное ребёнку необходимо? По рекомендациям ВОЗ, грудное молоко необходимо ребёнку в исключительном его составе до 4 месяцев. С 4 месяцев водятся прикормы, и затем ребёночек переходит на смешанное вскармливание. Кормить грудным молоком можно вплоть до протяжения до 2 лет, и можно даже и более, по желанию мамы. Противопоказаний к этому нет. А бывают такие случаи, что просто нет молока, и сразу какие-то альтернативные варианты. Вы сказали, что влияют на здоровье. Если ребёнок с первых дней жизни питается грудным молоком, то это влияет прямо пропорционально на его физическое развитие и так далее. Если, к примеру, мамы сталкиваются с тем, что нет молока, что им делать? Такие случаи бывают. Они бывают крайне редко. Истинная гипогалактия встречается в 2% случаях. В основном физиологический процесс становления лактации уже запущен с момента рождения ребёнка. Поэтому мамочки должны знать, что молоко практически у 99,9% родивших матерей обязательно будет. Для этого нужно очень часто прикладывать ребёнка и прикладывать с первых минут его жизни. И тогда всё получится. А за счёт чего будущие мамы и уже действующие мамы опасаются, и некоторые отказываются от кормления грудью? Почему? Какая-то деформация происходит во время кормёжки или нет? Нет, деформация – это относится к разряду мифов. Ничего с молочной железой не происходит. Она по окончании процесса лактации, в принципе, возвращается в свою физиологическую форму. Поэтому опасаться за форму груди молодым мамам не стоит, а стоит лучше подумать о том, насколько важно, насколько полезно, насколько нужно те важные капли грудного молока, которые она может дать своему ребёнку в первые минуты его жизни. Если говорить, к примеру, про прикус, тоже никак не влияет? Нет, совершенно. Грудь, она очень мягкая, она очень податливая, она приспосабливается к форме ротовой полости ребёнка. А вот, к примеру, сейчас, да простят меня абсолютно все, в животном мире это встречается очень часто, когда разных детёнышей, к примеру, кормят не их родители, в нашей практике, в человеческом мире, назовём так, бывает такое, что просят покормить чужого ребёнка. Это нормально вообще, нет? Да, ситуации такие бывают в тех случаях, когда мама истинно не может кормить своего ребёнка, либо, ну вот, может быть, отказывается как-то сознательно. Тогда, если расставлять приоритеты, то, конечно же, лучше суррогатное молоко, лучше молоко донорское, и только уже в третьем и в четвёртом случае мы можем рекомендовать заменители грудного молока, то есть смесь. Анна Юрьевна, вам большое спасибо за интервью. Это информация, которая, я не знаю, пригодится мне в жизни или нет, но в случае чего буду компетентен в этих вопросах, вам большое спасибо. Я уверен, что будущим мамам и действующим мамам мы сейчас объяснили, почему это необходимо, почему это полезно, и почему это влияет на здоровье ребёнка. Ну и давайте подытожим. Завтра заканчивается неделя грудного вскармливания. Приходите, если хотите обо всём узнать поподробнее, и пообщаться, и проконсультироваться в перинатальный центр ДАР в 11 часов. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь24. Хорошего вам дня, будьте здоровы и оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...